Запись я включил. Все, начинаем. Адемич, вы тоже на связи, да? Хорошо, продолжаем тогда. В прошлый раз что мы делали? Да, Нурнадий Дилдорович, я на связи. Слушаю, вижу, все отлично. Спасибо. Хорошо, отлично. Тогда продолжаем. Сначала, как всегда, наш проект запустим. Наш проект с тем, что он находится за Node.js, получается, да? Через Node.js работаем, поэтому мы должны проект запустить. Через проект открываем. Криминал открыли. Потом заходим сначала в Desktop. В Desktop у нас вот проект. Сейчас. Вот проект открываем. CD. Потом. Проктайз. Сейчас телефон. Сейчас. А, выключим, да? Вот, зашли. Потом здесь пишем просто MPM Start. Мы в прошлом занятии установили Node.mon, Node.mon, да? Который он будет нам помогать перед запуском системы. Здесь уже ошибку дается. Значит, мы где-то остановились. Его откроем сейчас. Index.js сначала. Часть логики, да? Хорошо. Вот это закроем. Потом мы откроем Frontend-часть. Это, получается, Weaves. Index. Сначала откроем. Мы-ка. Открыть Sublime. Синтаксис сочтенел. Хорошо. Получается, еще мы откроем, наверное, в прошлый раз делали cheat date, да? Change date. Change date. Change date. Посмотрим. Где-то то что-то. Хорошо. Мы открыли. Где мы остановились в прошлый раз? Где мы остановились, да? Наверное, change date. Да, вот здесь мы были, да? Вот здесь мы были. Хорошо. Мы хотели на путь change date отправить данные, а change date, вот этот путь, она должна была update произвести, да? Update произвести. Это мы сразу же этот путь же админ тоже откроем. ну-ка, фамилия, фамилия, допустим, давайте сразу поменяем такое, пару значений, чтобы этот работает, проверим. Вот здесь получается, чтобы f, а, нет, fam, получается, вот здесь сначала этот поля, как называется, искуэль, их и перечисляем, fam, fam, равно, допустим, сделаем асанов, асанов, асан. Ну, сначала для проверки вообще этот искуэль работает, да? Проверим. здесь также асан, эйч мы поставим, эйч, наверное, 25, хорошо. id 66, да? SQL еще загружается, а, вот здесь, вот у нас получается логин, пароль, логин, пароль, посмотрим, root, окей, здесь тоже откроем, здесь тоже пишем root, лицаре, таблицу открываем, таблица у нас студент, но все записи откроем, так как у нас не очень много записей, хорошо, здесь получается 66 запись у нас 66 запись у нас вот yutsu балка, да? вот этот запись попробуем поменять, здесь вот у нас все прописали, получается, нам просто надо обратиться на change data, change data, мы сейчас проверим сервер, а, вот уже сервер, он запустился сам, то есть мы как исправили, он, вот этот ошибок убрали, а он сам запустился, да? Это помощь и как раз производит у нас Node.mon, сам автоприз загрузки делает, да? Теперь здесь заходим на localhost, 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 а, мне старт, не нажали, старт, все, хорошо, теперь ссылка на путь регистр откроем, ну-ка, mpm статус молодимый, хорошо, сделали, главная страница открывается, переходим на ссылку, хорошо, здесь получается вот you, ну, сейчас получается не только этот, мы когда любую нажимаем, он получается снизу, наверное, ссылка, вам видно или как? Мне как раз не видно, вот ссылку, когда нажимаем, вот снизу change date, да? Как раз на change date это переходит, вот на ссылку, когда нажимаем, на change date это должно перейти, да? А вот здесь возможно, вот этот у нас ошибка будет, ошибка будет, ну, вот сейчас нажимаем, not found error, not found, ну, вот на, он перешел, ID 64, он перешел, но самое главное, мы сейчас попробуем, обновим, этот он должен был поменяться, да? Но эта часть сейчас проверим, где этот, у нас ошибка происходит, ошибка происходит, сейчас мы узнаем, вот, что мы делаем, что мы делаем, хорошо, мы когда нажимаем, переходит на change date, хорошо, это change date, это получается у нас get там переходит, это же get запросом у нас переходит, вот get запросом переходит, да? Значит, во-первых, мы не смогли встретить get запрос, получается, когда мы должны get сделать, да? Change date, ну-ка, change date туда уходит? у нас форма change date, а, была, ну-ка, change date у нас была, значит, у нас это на change date перехода не было, да? Значит, сейчас пост оставляем, пост оставляем, change date, когда заходит, вот именно на этот HBS должна ссылка пойти, Change date, вот это у нас ссылка, сейчас change date, если мы сделали, а вот это было на search, да, вроде бы, на student было, да, вот так, поэтому здесь мы сейчас должны именно change date вот это переписать сюда, вот change date пришло, потом результаты сюда отправляем, сейчас проверим сначала, правильно мы делаем, да, ну-ка, ну-ка, сейчас, что мы делаем, вот смотрите, мы, когда нажимаем, здесь это change date у нас должно быть, да, change date это отдельная форма, отдельная форма, которая открывается, она же у нас была, да, или, или, какая форма была у нас, в прошлый раз мы когда делали, ну-ка, у нас есть student есть, student это полностью, вот этот student открывает, change date это, ага, new student есть, и потом search есть, потом ajax, search, ладно, хорошо, тогда получается у нас этот change date получается, да, мы сразу же сюда апдейт поставили, а нам нужна примерно как student, этот отдельный, этот, отдельный, сейчас, где у нас student, вверх, мы же такое, наверное, делали, мы продолжили, наверное, его и потеряли, да, get age, это такое, хорошо, ну-ка, да, вот здесь вот student мы снова берем, этот лишний убираем, лишний вот такие уберем, чтобы нам не мешало, вот мы его берем, вот мы его берем, берем, здесь получается этот, давайте, здесь получается, ну, когда мы, здесь же этот студент, когда мы нажимаем, то есть, когда мы переходим на students, здесь же полностью перечисляются же, все студенты с базы, получается, мы должны так сделать, так, когда мы нажимаем изменить, чтобы именно данные, вот этого студента открылась, примерно похоже, но форма, чтобы такая была, да, такая была, это получается, на change date должно отправляться у нас, вот сначала же этот, мы сразу вот сюда напишем, это будет у нас change date, вот, change date HPS, хорошо, если мы это написали, получается вот здесь, ну, selected student, получается, выбранный студент, что получается, вот, select student, student, вот, select student, хорошо, такое должно быть, select student, сюда получается, что мы делаем, если select student такое, тогда мы здесь просто пишем, where, id student, тут, равно, действует, равно, давайте пока 66 поставим, чтобы он работает, проверим, да, вот мы 66 поставили, теперь select student, вот этот путь, который мы сделали, мы должны прописать, на, именно на студент, вот именно на этот HPS, ссылку мы должны поставить, это получается, это получается, вот student, когда мы заходим, какой путь стоит, посмотрим, вот студент, мы когда, rec.hbs, да, rec.hbs, сейчас откроем, вот, rec.hbs, сейчас открыли, а вот здесь, это не сюда, получается, нам нужна, на select student, это, должен перейти, а там, как раз, а действительно, должен передаться, да, передаваться он должен, вот мы это все сделали, я думаю, вот он уже, сервер restart делает, но самостоятельно он сам делает, но мы еще раз сделали, вот обновили, все работает, ссылку нажимаем, а потом, допустим, мы все равно этот, ну вот, допустим, вот сюда нажимаем, у нас сейчас должно было открыться, select student, ID 66 должно открыться, да, select student, ну как, вот, а он открылся, вот, конечно, этот мы любую нажимаем, все равно нам 66 открывается, почему, потому что мы как раз, параметр на переход, это не ставили еще, не ставили, поэтому вот сюда поставим переход, переход, вот этот 61, который будет брать, да, здесь как раз мы создаем let, вот ID, перемены создали, сюда присваиваем значение, которое переходит маршрутом, то есть, когда мы ссылку нажимаем, вот этот ID 66, да, вот от рекуэста берем, потом здесь не body, а query будет, почему мы знаем, потому что query это на get запрос, query пишем, и здесь ID, вот ID мы взяли, ID мы взяли, и потом мы сюда присваиваем этот ID, да, здесь как присваивать, примерно мы смотрели, вот ID, хорошо, это сохранили, думаю, сервер перезагрузил сам, переходим на главную страницу, апдейт сделали, хорошо, ссылку нажимаем, первую нажимаем, вот уже у нас этот переход уже осуществляется, да, вот так, вот 66 нажимаем, уже переходит, так, теперь, при переходе у нас этот select student этот открылся, вот select student, он там change data открывается, а именно в change data мы как раз делаем так, то есть вот action, action пока S поставили, потому что change, как раз где его будет производиться, change, да, хорошо, здесь у нас change, мы прописали на change data, change data мы прописали, вот здесь как раз и все это обработаем, то есть вот change data мы этот берем, на форму присваиваем, на форму присваиваем, и на форму мы отправляем только farm name edge, да, и вот здесь, как вы заметили, здесь необходимо еще, должно быть это при отправке, еще нам нужна ID отправить, потому что нам ID нужно, потому что как раз вот эта запись, которую мы изменяем, да, то есть он по ID должен поменяться, теперь, теперь эта часть, сейчас посмотрим, вот смотрите, мы пока без вот этого, ну ладно, я сразу напишу, вот input, input, type, ну вот текст пускай будет, текст, здесь получается, вот farm, вот как раз IDстуд, IDстуд, мы же его вот сюда оставляли, да, как раз этот нам нужна, IDстуд нам нужна, и он будет здесь, как раз ID мы оставим, а вот здесь, где value, нам нужна как раз IDстуд, IDстуд нам нужна, ну пока вот, вот так оставим, хорошо, ну у нас два раза будет этот IDстуд показываться, поэтому она нам не нужна, закрыли, просто обновляем, посмотрим, а 66, он, короче, у нас осталось, да, 66, все, получается, мы ID тоже уже сюда передаем, передаем, и мы когда вот эту форму, вот эту форму, садить, когда нажимаем, да, вот сохранить, 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 либо давайте не сохранить, а изменить, изменить, У нас будет эта кнопка «изменить», чтобы понятно изменить. Когда «изменить» будем нажимать, он будет обращаться на этот путь. Он, конечно, по запросам пойдет. А этот путь мы уже по запросам подготовили. Он называется «Change Data». Временно вот это мы создали, она потом нужна будет, но я их закомментирую. И потом просто сейчас я попробую нажать кнопку «изменить». То есть мы когда эту кнопку «изменить» нажимаем, он перейдет на «Change Data» метод пост. Мы будем нажимать постом «Change Data» на прием с «backend» стороны. Он готов. То есть он когда приходит, он просто вызывает вот эту функцию. То есть вот этот запрос «Postgres SQL» вызывает эту функцию. И потом все. То есть вот эта часть нам… Ну ладно, пускай эта часть, чтобы эта снова перенаправлялась. То есть когда приходит, здесь пускай «Change Data HBS» должен открываться. «Change Data HBS» должен открываться. Ну ладно, посмотрим. Нам самое главное, запись которой 66, мы должны посмотреть, что вот этот поменяется на «Asan 25». А, не 25, оказывается, вот здесь «H». Ну вот. Вот 2025, ладно. Вот 55, что поменялось, да. Вот мы, думаю, этот сервер сам перезагрузился. Хорошо. Теперь мы переходим на стартовую. Все, вот стартовая открывается. На ссылку нажимаем «Переходит». Вниз уходим. У нас открывается 66, 63. Все у нас открывается. Теперь нажмем «Изменить данные 66». Вот здесь. Я вот это то, что хоть я поменяю что-то, он мы этот его «Windex.js» вот здесь это все закомментируем, она не будет работать, да. Но мы просто «Изменить» нажимаем, «Изменить» нажимаем, «Асанах» не существует такое, да. То есть столбец «Асанах» не существует, говорит. Как раз мы вот здесь в синтаксисе нужна передавать именно не «двойную» кавычку, а «одинарную», да. Одинарную такую сделаем как раз. Вот. Айч сделали. Ну, я думаю, все. Снова сохранили. Сервер смотрим. Стринг. А это что он еще дает? «Индекс J132». «Стринг», «Стринг». «Стринг». Хорошо. Вот здесь этот «Строн» не может найти. Давайте пока «Строн» так себе поставим. Скажем, чтобы этот «Строн» так, вот так передавалось. Вот это мы поставили. Хорошо. Теперь мы сделаем... Сейчас перезагрузим сервер. Все, вроде перезагрузился. Потом открываем. Переходим на наш студент. Потом изменить данные нажимаем. Потом здесь изменить... А, вот, заметили, ребята? Он уже апдейт произошел. Значит, у нас уже хорошо. Все хорошо работает. Вот еще раз этот мы нажали. Он просто... Вот, изменить... Он тоже... То есть, изменить... Этот... Апдейт уже производит. Да. Если апдейт производит, все у нас отлично. Мы правильно написали все. Теперь наша задача... Вот мы же сюда фиксированные наши значения же поставили, да. Вместо этого мы должны поставить нужные параметры. А нужные параметры мы берем от... Куэри, да. То есть, requestBody мы берем. Там Куэри была, здесь body, потому что здесь пост запросили. А на пост запрос... Вот здесь как раз методом пост вот этих данных отправляем, да. Теперь, что мы делаем здесь? Здесь мы делаем таким образом. То есть, где фамилия, у нас фамилия пойдет. Вот. Вот. Ф. Ф пойдет, да. Ну, Ф пойдет. А вот здесь получается... Здесь уже name пойдет. А здесь пойдет... Как раз... Эй, да. Вот. А. Ну, мы кратко этот назвали. Мы хотели быстро сделать. Ну, так и сделали. А вот сюда нам нужно передать именно ID. ID. Вот это ID сюда передаем. Хорошо. Мы это сохраняем. Но примерно этот... Прошлый раз тоже ошибка такая была. Но синтаксис у нас сверху есть. Попробуем этот запустим. Он, конечно, должен ошибку дать. Вот мы на главную страницу перешли. Обна и сделали. Работает. Переходим сюда. А потом переходим в 65-ую запись переходим. Ага. У нас здесь VRB написано было. А вот здесь как раз напишем такое. Ну... Азаматов... Вот. Азаматов... Азаматов... Азаматов Айбек. Вот. Написали. Пускай 2002 год. Изменить. Нажимаем. Он ошибку дал, потому что Азаматов не существует. Он вот так говорит, да? Хорошо. Как раз вот здесь мы ошибку увидели. Увидели. Если помним, в прошлый раз мы как-то это исправляли. Но это при инсерте было, да? Если помните. Вот. При инсерте. Как мы это писали? Здесь получается апостроф, а здесь одинарные ковички, чтобы его открывал и закрывал, да? Значит, здесь тоже такой же этот привал мы сделаем. Получается, вот, одинарные ковички открывается. Одинарные ковички закрывается. Одинарные ковички открывается. Закрывается. Ну, H, наверное, эти оставим. Потому что они не стринговые. Хорошо. Вот. Сервер сам перезагрузился. Но мы еще раз перезагружаем. Теперь смотрим на главную страницу. Переходим. Ссылку на путь нажимаем. Нажали. Потом. Ну, вот. Он уже начал меняться. Это что-то такое. Хорошо. А, 65-я запись. Азамата. Пайпек. Он только что поменялся, да? Ладно. Вот здесь, допустим, вот Чингизов, Кемерлан у нас много. 62-ю запись смотрим. Изменить данные нажимаем. Потом здесь пишем другое. Вот, допустим. Такое есть. Айбеков. Вот Айбеков. Айбеков. Улан. Улан. И потом, когда я с 2001-й год сделали. Изменить 62-й запись. Получается, у нас должна изменить. Да, вот 62-й запись. Где у нас 62-я? Она внизу. Вот Айбеков. Улан поменялся. Здесь, если посмотрим наше значение, которые, ну, допустим, до обновления, я вот так покажу. 65-й, 65-й, 66-й. И вот здесь этот 4 Чингизова стоит. Но у нас этот Айбеков. Улан есть. Но вот это снова перезагружаем. И вот здесь мы заметили, что вот здесь 62-й запись. Айбеков. Улан получилось. Здесь Азаматов Асан получилось, да? Айбек и потом Асанов Асан получилось. Ну, ребята, вот сегодня, получается, мы смогли с вами апдейт сделать. Апдейт сделать, да? И мы должны еще дальше продолжить. У нас времени одна минута осталось. Ребята, смотрите. Вы можете микрофоны свои включить и вопросы зададите, если вопросы есть. Но у меня тоже вопросы есть. Что вы хотели бы на этой форме, допустим, улучшить? На этой форме, где у нас получается, где вот этот изменить. Каждый раз много изменить выходит, да? То есть, что вы хотели бы вот здесь в кнопке поменять? Вот, допустим, у нас вот Чингизов, Кимерлан, да, таких много. 60 записей, 60-й запись меняем. Вот здесь что лишнего? Вот как вы смотрите? Вот здесь элементов, что лишнее получается? Можете сказать? Ребята, включите микрофон. Что вы, какой элемент видите лишним на этой форме? Ребята, меня слышно? Да, Нурлан, Джош, вас слышно, отлично. Ага. Вопрос, ребята, говорите, что лишнего в этой форме? Что лишнего, ребята? Ребята, Гульпери, ты с нами? Можешь сказать, что лишнего ты видишь? Гульпери? Да, я с вами. Да, что здесь лишнего, скажи? Валюш, может быть, насчет кнопки изменить, может, надо будет какие-то сделать, как бы не каждый раз было, а чтобы выбрать, а потом появилась кнопка изменить, да? Или как? В этом плане вы имеете? То есть, вот здесь это, чтобы, когда мы вот здесь изменения сделаем, то есть, Ajax этот или дом, чтобы сравнил, и потом, короче, вот здесь показать и показать, да, такое, да? Имеете в виду? Хорошо. Но я хотел спросить такое. Вот смотрите, Нурлан можно менять, правильно? Асан можно менять. 1998 можно менять, но вот этот студент, айди можем менять? Айдишка, айдишку вот нельзя менять. Почему нельзя менять? Не, вообще, мы же сейчас можем менять же, сейчас мы можем менять. Ага, а вообще это правильно? А вообще же это неправильно же. Вот мы хотим Нурлана, Асан написать, допустим, именно вот, именно на первого. Можем такое сделать? Конечно, можем, да? Сейчас можем, да. Если первого нет, то можно поменять. Если айди не занят, то можно поменять. Вот смотрите, Саидов Нурлан был, да? Вот сейчас он стал Нурланов Асан. Но мы же его же не хотели поменять. То есть пользователи должны именно менять на тот запись, который вообще показывается на экране, правильно? Вот здесь, допустим, у нас показывается вот именно, допустим, вот, Усена Фасан, вот, 56-я запись, да? Усена Фасан. Мы же должны, если вот эту форму открываем, не...